Новоселовский район 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 и строительство доильных залов. Ну, в общем, современная технология, за которой будущее, и которую нужно, с одной стороны, тиражировать, с другой стороны, сильным хозяйством, помочь, поддержать их укреплением генетического потенциала, что можно было выходить уже на 8-9, и, думаю, даже 10 тысяч килограмм на корову. Мы на такой результат в ближайшие буквально несколько лет выйдем. Также губернатор посетил новый детский сад в селе Светлолобово. Он открылся в ноябре прошлого года. Детсад рассчитан на 95 мест, и сейчас его посещают 84 ребенка. Почти 106 миллионов рублей на строительство было выделено из бюджета края. И, как отметил губернатор Виктор Толоконский, в завершении рабочей поездки развитие социальной сферы необходимые условия процветания района. Кроме поручений, связанных с программами переработки продукции сельского хозяйства, глава региона поручил проработать возможность строительства в Новоселово физкультурно-оздоровительного комплекса. Проект уже есть, так что, возможно, строительные работы начнутся уже в этом году. А вот жилой дом на 16 квартир для бюджетников уже почти построен, и скоро ожидается новоселье. Андрей Стердем, Алексей Гусев, новости. Ежедневно рабочие и спецтехника Красноярского краевого управления автодорог выходят на региональные трассы для подсыпки и уборки снега, чтобы содержать магистрали в надлежащем состоянии ежесуточно, в зависимости от погодных условий. Бывают задействованы от 100 до 350 грейдеров, камазов и бульдозеров. Всего же выйти зимой чистить краевые дороги готовы более 400 разнообразных машин. В случае необходимости эта цифра может быть увеличена. Как заверяют в Краевом министерстве транспорта, в новом году внештатных ситуаций еще не было. Низкие температуры и небольшое количество осадков позволяют работать в обычном режиме. Даже аварий по сравнению с прошлым годом гораздо меньше. Так как снега у нас в первые дни 16-го года мало, поэтому в основном обрабатывают опасные участки противогололедным материалом, это спуски, подъемы, повороты и так далее. Все идет штатно. Своевременно среагировать на изменения погоды и вывести на проблемный участок нужную технику специалистам краевого управления автодорог помогают автоматические метеостанции. В нашем крае их 13. Основная часть расположена между Красноярском и Енисейском. Эти устройства передают информацию в единый диспетчерский центр и даже выдают рекомендованный состав смеси для подсыпки. Такой аппарат может прогнозировать погоду на несколько часов вперед. Если метеостанция выдает рекомендацию о определенного рода подсыпке, то, естественно, принимается решение, созваниваемся с подрядной организацией, в чьем виде не находится тот или иной участок дороги, и отслеживаем за тем, чтобы эта рекомендация была исполнена. Информацию о погоде и состоянии дорог все автовладельцы могут сами узнать на сайте Крудора. К концу недели в Красноярском крае ожидается потепление и небольшие осадки. Так что, планируя дальние поездки на новогодние выходные, специалисты советуют учитывать это. Сергей Сеславин, Александр Ермошенко. Новости. В Дуденке сегодня произошло аварийное отключение линии электропередачи. В пресс-службе главного управления МЧС рассказали, что все началось еще в 6 утра с падения держателя ЛЭП. Через час удалось запитать запасную линию, держатель на которой тоже сломался. Всего под отключение электричества попал 131 жилой дом, а также 27 социально значимых объектов. Котельная переключена на запасную ЛЭП и работает в обычном режиме. На данный момент запитана котельная от специальной электростанции, теплооснабжение жилой дома поступает в полном объеме. На восстановлении, на остательных работах работал 25 бригад ООО «Энтек». В 12.50 по местному времени был сбор оперативного штаба главного управления. Всего на месте работало 80 человек. 13 единиц техники, из них от НЧС 17 человек личного состава. В Красноярске на поле футбол-арены «Енисей» сегодня стартовал турнир среди юношей на призы краевого законодательного собрания. Несмотря на то, что соревнования проходят впервые, участие в нем приняли команды из Томска, Новосибирска и Екатеринбурга. Наш регион представляют сразу два клуба – сборная Красноярского края и молодежный состав футбольного «Енисея». Для ребят эта возможность не только помериться силами и мастерством, но и подготовиться к запланированным играм. Победители станут известны 9 января. Для них организаторы подготовили ценные подарки и памятные сувениры с символикой края. В планах сделать турнир традиционным. Любая игра – это же пища для размышления, для анализа. И вот то, что, скажем, приехали ребята из Новосибирска, из Екатеринбурга, мы увидим в сравнении, чего стоят наши на этом фоне и куда двигаться. То есть для тренеров это тоже важно. Участники турнира, представляющие наш край, настроены оптимистично. Они с футболистами других команд встречались уже не раз. Жеребьевка завершена, и ребята точно знают, кто будет их соперниками. Зимой – футбольное межсезонье, и для юношей это отличная возможность набраться опыта перед более серьезными летними встречами. Но наши спортсмены уверены, что станут победителями этого турнира. Все друг друга знают, но последний турнир как бы показал, что у Енисея мастерство выше и физически они сильнее. Поэтому, думаю, мы выиграем этот турнир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова